Здравствуйте! Сегодня у нас лабораторная работа номер 3 в 7 классе. Изучение силы трения. В ходе работы мы научимся определять силу трения и факторы, влияющие на ее значение. Для этого нам понадобится деревянная доска, полоска пластмассы, брусок, набор грузов и динамометр. Измерим с помощью динамометра вес деревянного бруска с отверстиями. Передвигая брусок с помощью динамометра равномерно по горизонтальной деревянной доске, измерим силу упругости пружины динамометра, которая численно равна силе трения. Измерение повторим не менее трех раз. Повторим измерение, передвигая брусок с помещенными на него грузами массой по 100 грамм. Как видно, сила трения тем больше, чем больше сила, прижимающая тело к поверхности. Используя брусок с тремя грузами, измерим силу трения схожения бруска по пластмассовой пластинке. Как видно, сила трения зависит от свойств соприкасающихся поверхностей. Сохраняя три груза, измерим силу трения бруска на колесиках. Исходя из результатов, видно, сила трения качения меньше, чем сила трения скольжения. Как видно из результатов нашей работы, сила трения зависит от свойств соприкасающихся поверхностей и силы давления. Во всех измерениях брусок нужно передвигать равномерно, для более точного определения силы трения, поскольку только при равномерном движении сила тяги равна силе трения. Надеюсь, вам все понятно, и теперь вы будете знать, как определять силу трения скольжения.